Навозник белоснежный, гриб семейства Псотереловая. Растет на конском навозе или рядом среди влажной травы, сезон лета, осень. Шляпка размером 1-3 см, сначала удлиненная яйцевидная, затем становится колокольчатой или конической, да почти плоской с отогнутыми вверх краями, кожица чисто белая, покрыта обильным мучнистым налетом, остатком покрывала, который смывается дождем. Мякоть шляпки светлая, очень тонкая, ножка 5-8 см, длиной 1-3 мм, белая, с мучнистой поверхностью, вздутая в основании. Пластинки свободные, частые, сначала серые, затем чернеют и разжижаются, споровый порошок черный, уплощенные или псоидальные, слегка шестиугольной формы, гладкие. Навозник белоснежный гриб несъедобен. Навозник волосистоногий порой встречается летом и осенью в самых разных местах на хорошо прогнивших останках лиственных деревьев, а иногда очевидно и на богато унавоженной почве. Плодовые тела гриба развиваются и чезают очень быстро, узнаваем навозник волосистоногий бывает лишь в первые часы жизни, так что ясность в вопросах распространения гриба наступит еще не скоро. Шляпка навозника пушистого, веретеновидная или птическая у молодых грибов, по мере взросления в течение суток, не дольше раскрывается до колокольчатой, затем до почти плоской с завернутыми наверх краями, автолиз, саморастворение шляпки, начинается еще на колокольчатой стадии, так что до плоской стадии доживает обыкновенно лишь центральная ее часть. Диаметр шляпки на веретенообразной стадии составляет 1-2 см, высота — 2-4 см. Поверхность густо покрыта остатками общего покрывала, мелкими белыми хлопьями, похожими на ворц, мякоть шляпки очень тонкая, хрупкая, быстро разлагается от пластинок. Навозник дятловый предпочитает лиственные леса, где выбирает богатые гумусом известковые почвы, иногда встречается на гнилой древесине, растет одиночно или небольшими группами, чаще в гористой или холмистой местности, плодоносит с позднего лета, но пик плодоношения осенью, гриб имеет характерную внешность, не дающую его спутать с другими видами. Имеет шляпку диаметром 5-10 см, в молодом возрасте цилиндрически овальная или коническая, затем широко колокольчатая. Споровый порошок черноватый, мякоть тонкая, белая, иногда коричневатая у шляпки, запах и вкус невыразительные. Навозник дятловый чаще упоминается как слабо ядовитый, вызывающий гастритные явления, иногда как галлюциногенный, иногда некоторые авторы говорят о съедобности, в частности, Роджер Филлипс пишет, что о грибе говорят как о ядовитом, но некоторые употребляют его без вреда для себя, как представляется, лучше оставлять этот красивый гриб в природе. В Европе навозник золотистый широко распространенный, вероятно, довольно часто встречается, но из-за трудностей с идентификацией может быть принят грибниками-любителями за какие-то другие, более известные виды навозников. Плодоносит с весны, даже с ранней весны и вплоть до холодов. Растет одиночно или небольшими группами на отмерших, упавших ветвях лиственных деревьев, реже на стволах. Шляпка в молодых плодовых телах до 40-35 мм, яйцевидной, или псовидной, или почти сферической формы. В процессе созревания шляпка раскрывается и приобретает коническую форму и, наконец, выпуклую диаметром до 70 мм. Ножка высотой 4-10 см, цилиндрическая, полая. Съедобность навозника золотистого достоверных данных нет, хотя, вероятнее всего, гриб съедобен в молодом возрасте, как и все подобные навозники. Однако в молодом возрасте, пока шляпка не начала разворачиваться, навозник золотистый и очень похож на навозник лучистый. Навозник лесной, сезон и распространение плодовых тел появляются одиночные или с ростками с мая по октябрь. Известно, что этот вид встречается в основном в Европе на всей территории Украины и Северной Америки, а также на отдельных участках в Аргентине, Японии и Новой Зеландии, навозник лесной занесен в Красные книги некоторых стран, имеют статус вида, потенциально находящийся под угрозой исчезновения из-за ограниченного географического ареала и небольших ареалов обитания. В ряде источников говорится, что лесной навозник в молодом возрасте съедобен, как и подобные навозники. Рекомендуется предварительное отваривание, по разным данным, от 5 до 15 минут, отвар не использовать, грибы промыть, после этого можно жарить, тушить, добавлять в другие блюда. Ряд источников категорически относят навозник лесного в несъедобные виды, данных о ядовитости нет. Склонно считать его несъедобным, кушать там все равно нечего, грибы мелкие и портятся слишком быстро. Навозник лучистый встречается довольно редко, подтвержденных находок мало, но возможно, на самом деле его гораздо больше, его неверно идентифицировали как навозник домашний. В Польше насчитываются единицы подтвержденных находок, в Украине считается, что растет на левобережье и в Прикарпатье. Плодоносец весны и до самой осени, вероятно, распространен повсеместно. В ряде стран включен в список исчезающих и охраняемых видов. Растет на опавших ветвях, стволах и бревнах лиственных деревьев, на перегнойной почве с большим количеством древесных остатков, одиночной или небольшими сростками, встречается в лесах, садах, парковых зонах, на лужайках и приусадебных участках. Шляпка полусферическая, яйцевидная или элипсоидная. Мякоть тонкая, хрупкая, беловатая или желтоватая. Запах без особенностей. Вкус без особого вкуса, но иногда описывается как сладковатый. Навозник лучистый несъедобный гриб. Навозник рассеянный встречается с конца весны до середины осени на гниющей древесине, обычно большими колониями, равномерно покрывая удивительную площадь, по отдельности либо вообще не растет, либо никем не замечен. Характерный вид и особенно способ произрастания большая колония, равномерное покрытие поверхности дерева или пня. Навозник рассеянный, гриб семейства Псотереловые, ранее относился к семейству навозниковых, несъедобен из-за маленького размера шляпок, содержащих очень мало мякоть, и шляпка навозника рассеянного очень мелкая, диаметр 0,5-1,5 см, складчатая, колокольчатой формы. Молодые светлокремовые экземпляры быстро приобретают серый цвет, в отличие от других навозников, при разложении почти не выделяет темной жидкости, мякоть шляпки очень тонкая, запах и вкус трудно различимы. Пластинки, в молодости сероватые, с возрастом темнеют, в конце жизненного цикла разлагаются. Навозник сахарный, вероятно, широко распространен в Европе, но редко встречается, или же его слишком часто принимают за куда более известный навозник мерцающий, развивается в лиственных и смешанных лесах, лужайках, в садах и скверах на гниющих веточках, древесных остатках, поваленных стволах и пнях, на подстилке из опавших листьев, может расти на погруженной в землю древесине, образует небольшие сростки. Шляпка, небольшая, у молодых грибов может быть до 30 мм шириной и высотой 16-35 мм, в начале яйцевидной формы, затем расширяется до колокольчатой и, наконец, до выпуклой, диаметр шляпки взрослого гриба до 5 см. Ножка ровная, цилиндрическая, высотой 3-7 см, белая, волокнистая, полая, у основания возможно утолщение с остатками общего покрывала. Навозник сахарный, о съедобности нет достоверных данных, нет единого мнения, ряд источников причисляет его к несъедобным видам. Навозник складчатый, гриб семейства Псатирелова и несъедобен из-за слишком мелкого размера, навозник складчатый встречается повсеместно на лугах и вдоль дорог с конца мая до середины октября, но относительно мало заметен по причине очень короткого жизненного цикла. В молодости желтоватая, вытянутая, закрытая, с возрастом раскрывается и светлеет, благодаря тонкой мякоти и выступающим пластинкам напоминает полураскрытый зонтик, в центре сохраняется круглое пятно более темной окраски. Как правило, шляпка до конца раскрыться не успевает, оставаясь полураспростертой, поверхность складчатая, диаметр шляпки составляет 1,5-3 см. Ножка 5-10 см в высоту, тонкая 1-2 мм, гладкая, беловатая, очень хрупкая, кольцо отсутствует, где-то через 10-12 часов после выхода гриба на поверхность ножка под воздействием обстоятельств подламывается, и гриб оказывается на земле. Навозник сеный растет с весны до начала декабря, лучше всего в сентябре и октябре. Местонахождение — по отдельности или группами в низкой траве, газонах, полях, речных долинах или плодородных выгонах. Сеный навозник содержит алкалоид псилоцибин, который является психоделиком, умеренным галлюциногеном. Если навозник сионный попадет в кишечник, псилоцибин превращается в псилоцибин, который обладает более слабым действием и вызывает незначительные или умеренные зрительные и слуховые галлюцинации. Его действие начинается спустя примерно 20 минут после употребления. Человек может стать буйным или, наоборот, впасть в состояние эйфории. Нередко появляется головокружение, тремор ног и рук, развиваются приступы страха и паранойя. Навозник сионный обладает галлюциногенным действием, он несъедобен, в пищу его употреблять нельзя. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.